17 фильмов, десятки выступлений и концертов, социальные проекты и организация отдыха одесситов. Зелёный театр подводит итоги прошедшего года. Некоторые факты из жизни знаменитой культурной площадки Одессы дали. Как возрождался Зелёный театр в парке Шевченко, каким он мог быть и что за цель оставил перед собой его коллектив? Ответ на эти и другие вопросы одесситы получили во время встречи с командой Зелёного театра в «Импакт Хаб Одесса». Как оказалось, на многие мероприятия приходило гораздо большее количество людей, чем ожидали организаторы. И такие моменты, как организация мест для гостей, создание различных зон, часто приходилось продумывать довольно оперативно. Самые массовые концерты собирали по несколько тысяч человек. Например, самая массовая лекция – лекция Андрея Макареевича. Кроме этой лекции у нас были такие же большие мероприятия с Митрием Быковым, также самые массовые концерты – концерт Ивана Дорна, где было 4 тысячи человек. В Зелёном театре проходили не только концерты и выступления. Например, в этом году площадка приняла чемпионат по интеллектуальной игре «Что, где, когда». Первый раз в этом году в Одессе прошёл чемпионат бизнес-лиг Украины. И мы смогли собрать 43 или 44 команды, не помню сейчас точно, вот на этом слайде видно. В числе мероприятий – кинопоказы под открытым небом, которые собрали большое количество зрителей. Сотрудничали и с Одесским международным кинофестивалем, и с Докудейс, и с Кинофестом 86. Например, 86 – это достаточно маленький независимый кинофестиваль, который проходит в городе Славутич. Но ребята очень классные, они собирают документальное кино, новое, интересное, авторское, помогают украинским кинематографистам снимать кино. И поскольку они очень независимые и, естественно, бедные, мы сделали им самый большой аншлаг в истории кинофестиваля 86. Команда «Зелёного театра» также приняла участие в создании мурала на стене дома на улице Отрадной. Говорят, проект мог и не состояться. Где-то пять месяцев мы обивали пороги разных учреждений, которые мы не понимали, кто может нам дать разрешение, не дать разрешение. В итоге, как видите, всё стояло, но на одной из комиссий, на которой мы показывали эскиз художника Марата Морика, на что нам одни из наших одесских чиновников сказали, что лучше бы нарисовали Бэнкси, тогда бы был гарантирован успех. Также команда «Зелёного театра» поучаствовала в эксперименте по созданию пешеходной зоны в переулке вице-адмирала Жукова, когда на выходные там ограничили движение транспорта.